Присутствующий на сессии городского собрания Сочи депутат Госдумы Сергей Кривоносов в числе других тем поднял вопрос корректного обслуживания в международном аэропорту Сочи и железнодорожном вокзале. Речь идет о таксистах, которые бесцеремонно предлагают свои услуги туристам. Им навязчиво предлагают услуги представители инфраструктуры, связанной с такси. Эта проблема остается. Мы не раз поднимали этот вопрос. Тема навязчивого сервиса. Таксистов муссируется везде, где можно, но как хватали курортников за руки, так и продолжают. Обслуживание туристов должно быть на международном уровне, считает и глава города, ведь курорт в целом давно уже стал интересным продуктом на рынке туристических услуг. Совершенно правильно депутаты подняли этот вопрос. Я уверен в том, что руководство аэропорта нашего, Сочинского, который занимает ведущие места среди мировых аэропортов, все-таки задумается. Мы, может быть, подскажем. И, конечно, надо будет сделать так, чтобы наш аэропорт был удобным. Естественно, что совершенно правильно депутаты ставят вопрос о том, что общественный транспорт должен заходить на первую линию, это такси и автобусы. И, по большому счету, это все в целях безопасности можно отрегулировать вполне без всяких обременений. Депутаты взяли эту тему на свой контроль. Также они сегодня проголосовали за увеличение расходной части бюджета на 1,442,000,000 рублей. Деньги необходимы для пристроек школам 82-й и 15-й, а также ликвидации последствий декабрьского наводнения. Это восстановление дорог, разрушенным тем наводнением. Это будет одна улица, улица Днепровская в Лазаревском районе. Это очень там дома подошли близко уже к берегу. Это Хостинский район и Адлерский район. В общей сумме, с учетом наших средств, это будет выделено 296 миллионов рублей на эти цели. В Сочи на средства бюджета будет создана спортивная школа единоборств, а также муниципальное бюджетное учреждение культуры Новый театр Сочи.